В конце 22 года музыкант и бизнесмен Пи Диди был признан миллиардером. Большую часть состояния ему принесла алкогольная продукция, которой он активно занялся в 2000-е годы. Однако, заработать стартовый капитал, чтобы заходить инвесторам в многомиллионные проекты, Диди позволил его лейбл Bad Boy Records, одна из главных сил в музыкальной индустрии 90-х годов. Главный оппонент лейбла Death Row Records, на котором был Тупак, Snoop Dogg, Дре. Владельцем же лейбла был суровый и бескомпромиссный Шуг Найт, который публично унижал тогда еще Пав Дэдди. Все артисты, которые находятся в этом зале, которые хотят стать настоящими звездами, и не хотят, чтобы их исполнительный продюсер появлялся в каждом их клипе, вставлял свои фразы в записи, танцевал рядом с ним на сцене. Все, кто не хотят этого дерьма, приходите на Death Row. Знаменитая война побережьей между Востоком и Западом, Бигги и Тупаком, была еще и между лейблами Bad Boy и Death Row. На днях мне стало интересно, а ведь Диди и Бигги далеко не единственные члены Bad Boy Records. Там огромный пул артистов, звезды от мала до велика. И начав изучать, что с ними сейчас стало, нашлись некоторые странные закономерности, даже пугающие. Кто-то называет это проклятием лейбла Bad Boy, кто-то говорит, что подписавшись на лейбл Диди, вы попадали в настоящее рабство. Все же, условия там ужасные. И в этом ролике я расскажу вам про темную сторону лейбла Диди в Bad Boy Records. Как получилось так, что у лейбла появилось собственное проклятие. Сейчас посмотрим небольшое промо и перейдем к грехам Диди на его собственном лейбле Bad Boy Records. Да нет, то, что братан гэнгстер и там гэнгста, да, солидарен с тобой. Это сейчас, блядь, половина русского рэпа в том-то и проблема. Не, я знаю, как тебе сказать. Я притерываю с такой позицией, братан. Главное быть человеком. А так, в плане, что я гэнста, братан? Я не гэнста, как бы. Я хоть и был в местах, что ли, отдаленных, но... Опять же, но я и не говорю это всем об этом. Да тут гордиться нечем, братан, если честно. Тем более, как бы я за вот эти вот понятия, я страдал. Кто знает, что я здоровье отдавал, мне кажется, они не будут особо этим течиться. А это вот эти вот малолетки, оголделые, знаешь, шумоголовые. Они, да, базара нет, думаешь, это круто, это понты. А потом заезжают и начинают мучать. Если вы введете в поисковике три слова, аванс, лейбл и скандал, вы найдете множество историй, как юридически неподкованных артистов лейбл вгоняет в проблемы, а также не самые выгодные условия для контракта. На Bad Boy Records данная практика была поставлена на поток. В целом, это было такое время, когда музыкальный бизнес и отношения артистов с лейблами только формировались. Оттого неграмотные артисты, большинство из которых вышло с улиц, подписывали любые бумажки, лишь бы снова не возвращаться к бандитской жизни и заниматься музыкой. Как думаете, какой аванс Диди предложил Бигги в 93-м году? Напомню, что Бигги один из величайших рэперов всех времен. Альбомы и синглы которого подняли Bad Boy Records на вершину. Так вот, это было всего лишь 25 тысяч долларов. Об этом рассказала Валета Уоллес, мама Бигги в своей книге. Она пишет, правда в том, что Кристофер согласился на иллюзию друга и наставника примерно за 25 тысяч долларов. Этой суммы было достаточно, чтобы заставить Бигги поверить, что Пафи готов сделать для него все, что угодно. Чтобы вы понимали, альбомы и синглы Бигги становились платиновыми, бриллиантовыми. Это десятки миллионов долларов прибыли. После смерти Бигги, весь акцент лейбла сместился на новую звездочку Мейса. Это человек, чьим мелодичным флоу вдохновлялся Пуша Ти, Дрейк, Джей Зи, а Канни Уэст вовсе называл Мейса любимым рэпером. Когда Мейса подписали на лейбл, выплатили аванс в 20 тысяч долларов. И это уже в 97 году, когда лейбл был на вершине. Однако, в силу юридической неграмотности, артисты вписывались в такие маленькие суммы, не осознавая, что это могут быть их последние большие деньги на лейбле. Позже, в 10-е, 20-е, Мейс не раз жаловался, что не получает роялти со своих пластинок. Дело в том, что два его альбома, Harlem World и Double Up, стали четырежды и дважды платиновыми. Однако, единственные деньги, что он видел с этих альбомов, авансы в 20 тысяч долларов. При том, что только в США тот же Harlem World продался тиражом свыше 4 миллионов копий. Как вы понимаете, львиная доля денег с продаж альбома осела в карманах Диди. Мейс предлагал Диди 2 миллиона долларов, чтобы выкупить свой каталог музыки. Учитывая, что все успехи Мейса давно позади, новых хитов нет. 2 миллиона слушателей в месяц на спотике. Дай бог, Мейс приносит 100 тысяч долларов в год со стримингов. Ну, уступи своему артисту, ты и так миллиардер. Но нет, желание Диди контролировать всё и вся не позволяет ему идти на компромиссы. Мейсу даже приходилось унижаться и заглядывать в прямой эфир на радио к Диди, чтобы публично расторгнуть контракт с лейблом. Но куда больше поражает контракт с Блэк Робом. Этого рэпера вы можете помнить по саундтреку GTA 3. В конце 90-х он подписал соглашение с Бэт Бой аж на 450 тысяч долларов, казалось бы. Наконец-то выросли гонорары аж в 20 раз в сравнении с тем, что было 5 лет назад, когда Мейс брал аванс за альбом в 20к. Однако оказалось, что 450 тысяч долларов Блэк Роб получил за 10 альбомов, которые он должен выпустить на лейбле. Это самое настоящее рабство. Я впервые слышу, что кто-то взял аванс аж за 10 альбомов вперёд. И здесь непонятно, что больше преобладает наглость Диди или тупость Блэк Роба. В итоге в 21-м году Блэк Роб скончался от сердечного приступа. До смерти он уже пережил отказ почек, пару инфарктов, диабет. Причём последние годы старина Роб был бездомным. Диди же никак не помог бывшему участнику своего лейбла. По итогу фанам пришлось собирать деньги на его лечение, но было уже поздно. В далёком 2009 году член Бэт Боя Марк Карри, который был больше задействован на лейбле как автор песен, выпустил целую книгу под названием «Танцы с дьяволом», где поделился удивительными инсайдами о работе с Диди. Оказалось, что он заставлял своих же артистов платить себе роялти за его появление на фитах. Интересно, что эти появления он сам же и навязывал, мол, без меня эта песня не выстрелит. Вы можете себе представить Эминема, который заставляет членов лейбла Шейди, условного Йелла Вульфа или Оби Трайса, платить себе за появление на фите? Ну, бред же, у ребят и так небольшие цифры и доходы, в сравнении с цифрами Маршалла. И если он будет пытаться отщипнуть что-то у них, да никогда в жизни. Нормальный босс лейбла умеет зарабатывать сам и даёт зарабатывать другим, но Диди – это особый случай. И правда, если вы посмотрите большую часть клипов членов лейбла «Бэт Бой», там везде есть Диди. Он танцует, кривляется, любуется собой, показывает, какой он альфа среди девочек, причём даже в треках, где нет его куплетов. Так что Шугнайт был прав. Нарциссизм и одержимость Диди бьёт все границы в творчестве Нотариуса Би Ай Джи. Шон Компс есть буквально в каждом клипе. Он как рыжий из Зуваныши. Бесконечно что-то шепчет в треках Кристофера. Можно сказать, что у него свои треки в чужих треках. Причём, пока Бигги был жив, у Диди вообще не было сольной карьеры артиста. Самый большой хит Диди за всю карьеру – это трек памяти Бигги. Вдобавок, альбом с названием «Нет пути назад», где опять-таки поднимается тема утраты Бигги, вышел спустя три месяца после смерти Бигги и стал самым успешным в карьере Шона Компса. Бывший телохранитель Диди, Джин Дилл, рассказывает, что Диди знал о планируемом покушении на Бигги. Он сообщил об этом Шону, однако тот не воспринял его слова всерьёз. Возможно, это был план, и Диди позволил этому случиться. Всё же, как стремительно взлетела карьера Диди на фоне смерти Бигги. Также, в последние месяцы между Пафом и Бигги всё шло негладко. Крис организовал свою группу Junior Mafia. Он хотел сделать свой лейбл, быть автономным. Хотел контролировать весь процесс, безвечно мешающего Пафи, который вдобавок забирал немалую часть дохода. На свои крайние выступления Бигги приезжал за 10 минут. Диди буквально приходилось его умолять, уговаривать, поднимать гонорар. Только так Бигги было не наплевать. Всё же, этот Паф нуждался в Бигги, а не Бигги в Пафи. Также Бигги собирался запускать бренд одежды Brooklyn Mint. Концепция уже была разработана. По итогу Junior Mafia после смерти Бигги распустилась. Brooklyn Mint не запущен. Но зато через год запущен бренд одежды от Пафи Шон Джон. В нулевые выручка бренда составляла сотни миллионов долларов. Как-то всё удачно сложилось. Также, если верить книге Марка, Диди брал с артистов лейбла арендную плату. За то, что в своих клипах они светили вещи Диди. Например, спорткары. Причём эти вещи лоббировал сам Паф. Мол, это солидно, круто, давай покажем в клипе. Они же думали, что Паф появляется безвозмездно, чтобы продвинуть своих. Даёт свои вещи для имиджа. Однако, когда приходили чеки, они были в шоке, что из их доходов вычитается аренда его Бенкли для клипа. Одним из главных обоснований того, что лейбл Диди проклят, стали странные совпадения. Очень много рэперов, кто прошёл через Бэтбой, в дальнейшем ушли в религию, секты, стали пасторами. Видимо, чтобы отмыться от белых вечеринок Диди. Так, Крейг Мак, первый артист лейбла Бэтбой, после завершения музыкальной карьеры влился в христианскую секту под названием «Преодоление». Он жил вдали от цивилизации, ожидая Второго пришествия. Был предан учению самопровозглашённого пророка, Ральфа Гордона Стера. Вот пару хайлайтов про этого седобласова старца. Стер был обвинён в изнасиловании двух женщин на своей территории и арестован. Он признал себя виновным при смягчении приговора. Дамы утверждали, что поведение пастора начиналось с агрессии и перерастало в сексуальные действия, которые он называл волей Божьей. Также в сети было видео, на котором дедок берёт в руки грудь 12-летней девочки. На территории комплекса площадью 56 гектаров проживают 70 человек, и они обязаны отдавать мирские блага и деньги Ральфу. А всё для того, чтобы жить в скромных домах, построенных на этой земле. В общем, одного дьявола в лице Диди Мак сменил на другого Ральфа. В 2018 году Крейг Мак умер из-за проблем с сердцем. Причём, вероятно, в этом виновата секта, поскольку они отрицали любую медицинскую помощь. Для них это был грех, и все, кто чем-то серьёзным заболевали, скоропостижно умирали. Ранее упомянутый мной Мэйс на пике карьеры также ушёл в религию, став священником на целых 5 лет. Своё решение он объяснил тем, что желает найти Бога в своём сердце и следовать за ним. Ещё один член лейбла Бэтбой приобщился к религии – это рэпер Лун. Он подписал контракт в 2003 году, однако Диди был слишком сконцентрирован на себе. Им мало занимались, и Лун быстро ушёл с лейбла. В 2008 году после поездки в Абу-Даби он приобщился к исламу. Сменил имя с Чанси Ламаут Хоукинс на Амир Джунаид Мухаммед. Лун переехал в Египет, жил в новой среде, однако в 2011 году во время поездки в Европу был задержан за организацию преступного сговора с целью продажи крупной партии компотиков. Артист был экстрадирован в США, где получил срок в 14 лет тюрьмы. Вышел в 2020 году в связи с ковидом. Рэпер Шайн подавал большие надежды, был новой звёздочкой лейбла. Но увы и ах, он был с Диди и Джейло в тот злосчастный день 27 декабря 1999 года. Тогда в элитном ночном клубе Манхэттена случилась стрельба с участием Диди, в результате которой три женщины получили ранения. До сих пор мы не знаем, что и как там было на самом деле. Но всё указывает на то, что Шайн взял всю вину на себя и получил срок в 9 лет тюрьмы. Или же Диди сдал Шайна и всю вину перекинул на него. Почему же Диди всё сошло с рук? Дело в том, что после срока Шайна, он выплатил суммарно 3 миллиона долларов женщинам на лечение, которые пострадали в том клубе. Отсидев положенный срок, Шайна депортировали на родину в Белиз. Там он стал чиновником в палате представителей. Также сменил имя на Моузес Леви, став ортодоксальным евреем и ушёл в иудаизм. Выйдя на свободу, он не раз сделал выпады в сторону Диди. Что ж он его сдал, не помогал, пока тот был за решёткой. Вот такой вот весёлый лейбл у Диди. А хотели бы вы быть подписанными на Бэтбой Рекордс? Напишите мнение в комментариях. Ну а если вам понравился ролик, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, любите рэп и всем удачи!